6 февраля в Новом Уренгое началась известная всем акция «Посылка солдату». Все желающие могут внести свою лепту и отправить презенты служащим ребятам. Тем более, совсем скоро они отметят свой праздник – День защитника Отечества. Подключились к акции даже дети. Дорогой солдат, я желаю тебе хорошей службы, счастья, здоровья. Так начинается письмо, которое отправят одному из новоуренгойских солдатов. В преддверии Дня защитника Отечества специалисты Молодежного ресурсного центра совместно с курсантами из Вымпела помогли юному поколению ощутить историю. Дети участвовали в танковых боях, стреляли из лука и даже разбирали оружие. Танки им понравились, потому что они такие веселые. Там надо попасть на врага, у него танк, батарея сломается, а потом чинится сразу. Это макеты. Все сделано по мере безопасности. То есть даже в маленьком возрасте дети могут попробовать поддержать их или почувствовать, какой у них вес. К акции присоединились 19 семей. Главными гостями на этой встрече стали дети с ограниченными возможностями здоровья. Они собирали традиционные посылки солдатам. Мы взяли список. Я также лично ездил, сопровождал военнослужащих, которые сейчас уехали служить по всей России. И по этим спискам мы, собственно, формируем для каждого солдата посылку. И она будет направлена в военную часть и в то место, где он проходит срочную службу. Благодаря акции дети с ограниченными возможностями попробовали себя в коллективной работе с другими ребятами. А это очень важно в процессе их социализации, уверяют специалисты. Тем более, когда ребята много времени провели на самоизоляции. Для нас очень важно не только получать помощь, но и уметь оказывать. И мы с радостью откликнулись на эту акцию «Посылка солдатам». Ну и решили, как бы для того, чтобы более расширить кругозор наших детей, так как они у нас ограничены рамками квартиры, таким образом, чтобы у них была возможность посетить мобильный музей. Акция «Посылка солдату» продлится до 23 февраля. Все желающие могут отправить науворенгойским защитникам приятные сюрпризы. Элина Солбаева, Вероника Самошкина, Андрей Тихонов. Телерадиокомпания «Сигма» для НОР-24.